Всем мое почтение, друзья! И вот хотел бы высказать свое соболезнование и сочувствие родным и близким, и друзьям, всех тех, кто погиб в колонии Еленовка, украинских военнопленных. Просто очень большая трагедия, нет слов даже выразить свои слова. Но вот хотел бы сказать о другом, о том, что история учит тому, что история ничего не учит. Вот смотрите, как можно было доверять россиянам, которые говорили, пусть сдаются в плен, им ничего не будет. Как можно было доверять? Мы уже в истории проходили, и это много. И более того, даже в совсем новой истории, когда российские войска дали коридор украинским в Иловайске. А потом, когда украинские солдаты ехали по этому коридору, их просто расстреляли. Как можно было верить договоренностям с Россией? Россия никогда не исполняла свои договоренности. Даже вот недавно было встрелен порты, где предполагалась погрузка зерна на вывоз. Вы же договорились о ненанесении огня. Я лично считаю, что была большая ошибка и этих солдат, и тех, кто давал им приказ сложить оружие и выйти с Азов стали. Страшная смерть постигла их. Многие писали в интернете, вот, надо было спасать их жизни. Мол, эти договоренности спасли им жизнь. Но как, спасли? Я лично считаю, что как для Порошенко было и Ловайске, и Дебальцева, так и для Зеленского Азов стали. Это большая трагедия. Но все-таки вина на власти есть. Продолжение следует...